И непонятно, вот эта вот твоя лишняя победа, лишняя ничья в одном из матчей пригодится или не пригодится, там, для выхода с первого места, например, с группы, или для того, чтобы просто не вылететь из группы. Напомню, что при участии шести команд каждой группы, а их всего две, лишь только одна команда сразу вылетает из групповой стадии, остальные команды, остальные пять из каждой группы, соответственно, десять будут так или иначе участвовать в плей-оффе. Вот, поэтому нельзя занимать последнее место, нужно выигрывать, выиграть побольше каточек, и все будет хорошо. Поехали смотреть за драфтом. Акс появляется первым пиком от Икс Новый, вот такое вот интересное ФП. Да, все больше и больше занимает место в умах капитанов этот герой. Причем, мне даже и нравится, и не нравится, что они его пикают, потому что герой определенно командный, и все его пикают, и, типа, смотреть за такой игрой интересно. То есть, например, та же катка сегодня про Тейтхантера. Пусть и закинули, где играли Минески с Сикретами, но, типа, из плей-смона было прикольно, потому что ты прыгаешь, агришь его туда заливает вайпер, не давая пассивки прокость и так далее. То есть, это реально работало. И множество крутых применений этого акса есть. Но в пабликах командный герой, он плохо заходит, и сейчас все начинают его периодически себе брать, и не выигрывают. И слишком часто он попадается в моей команде, вот, поэтому я недоволен. Интересная логика. Ну, вообще, конечно... Ну, то есть, знаешь, вот, просто есть герои, которые, вот, ну, например, там, Скай, неважно, играешь ты соло, играешь ты в пати, не имеет никакого значения, ты жмешь клавиши, ты убиваешь, ты полезный. А акс, он не настолько соло-киллер, чтобы выигрывать игру, а он должен, ну, как миниор какой-нибудь, играть с командой, команда должна играть с ним. То есть, перемещаться, помогать, отходить, ждать кулдаунов и всего прочего. Ну, интересно. Ну, не знаю. Конечно, вот, если мы берем конкретно какие-то паблики, и мы зачастую берем паблики, наверное, не твоего уровня, а общего среднего уровня, да? Ну, там акс хороший соло-киллер, там акс очень хороший соло-киллер, да, он убийца, самый герой. Это все так. Ну, тогда есть герои получше. А в пабликах высокого уровня его тоже берут, любят этого героя. И если какой-то майн-контрол играет, ну, ты думаешь, ну, ладно, ничего страшного, он не заруинит, и все будет хорошо. А бывает, что не он играет, а против него какая-нибудь бруда приходит и выигрывает линию, ты думаешь, как вообще это могло случиться? Что не так с дотой? Ну, бывает такое. Как ты думаешь, этот вот пик Скаймага, это задумка фейта, или он просто решил таким образом своровать Скаймага у команды LGD? Я, если честно, даже полез дотубав чекать, когда последний раз мы играли со Скайем, но ты поймал меня до того, как я посмотрел. Еще не знаю, как они это взяли, потому что это их наработка или своровали. Но вообще, очень плотно выглядит акс плюс Скай, мне просто не нравится сам по себе Скай в проиграх, слишком мягкий. Вот ему не знаю, там 0.3 прироста силы добавь, и будет герой хороший. То, что есть сейчас, пока не хватает, слишком легко его переконтрить и просто залить в драке первым. Но, тем не менее, в связке с аксом этот герой себя неплохо раскрывает. С аксом, с Вайдом, то есть ты можешь его под любой, там вот Скорпион есть, отличная связка, рекомендую, реально заходит. Да, выглядит неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Рабочая комбинация, но это вопрос только, как Сан Кинга использовать. Опять же, это будет от КК Сан Кинг на четвертую позицию, или все-таки оффлейн в этот раз от КП. Но это как Сан Кинг, а сталкер не особо зашел. То есть от того, что он был в оффлейне, сильно ситуация по игре не изменилась. Тем можно было в таком случае сделать его четвертую позицию и добрать кого-то третьего. А у вас 10 секунд. Героя, или Вайдера на третью, и какого-то героя первого. Потому что у них в итоге Вайдер с первой позиции получился как третья, который просто делал хроносферу. И могли взять какую-нибудь, например, Луну, которая бы воевала. Или там, ТБ, Лавси, Луну, понял. Ну, если бы ДКП, непонятно, что бы произошло. Это уже дела прошедших минут. У нас с вами тут интересный вопрос, как Сан Кинг здесь раскроет, на какой позиции он будет находиться. Опять же, вот если прикинуть линию, например, где Сан Кинг будет позиционировать себя как оффлейнер, и к нему придет Скаймаг, то это действительно круто. Пока, правда, мы не знаем, кто будет на керри у команды LJT Gaming. Но кто бы там ни был, там суппорты могут пострадать. Сам керри может пострадать. Значит, смотри. Последний раз они выбрали Скай 10 месяцев назад. Из тех игр, которые знают Дотабаф. Эта игра была в рамках MDL против LGD. Неплохо. И они проиграли эту игру, да? Они не проиграли, тут ты прав. Интересно. Тогда очевидно, что они Скаймага просто сфоровали, и значит, это абсолютно точно значит, что их снова забайзил. И брали они этого Скаймага под Вайда. Поэтому я допускаю, что может он третьим, четвертым пиком сейчас все же появится. Вот это Дота, интересная вещь такая. Серия там была 2-1. 10 месяцев назад, говоришь, да? 10 месяцев назад. То есть, я так понимаю, что это в интернешн. Бест и плей-офф. Она раздает Дота Лигу, плей-офф, бест-офф 3. 9-го июля. 9-го июля, это до интернешнл было, правильно? Да. Слушай, ну они бы там сильные были. Ну да, но проиграли. 2-1. И LGD там были, кстати, другие. С Викторией, с Элевеном. С Яу. Ну, Вишами и Мэби остались. Там они выступили замечательно. Там, когда у Ами около пятерки. У Мэби тоже около пятерки. У него 19,6 к 4. За малым не добрал до пятерки. Так, ну что ты виноватся? Пока Веник, интересно, продолжает увеличить свой магический урон. Потому что есть Энжен Силудет, есть Подкоп Борострайк, есть Эпицентр Скорпиона, есть куча заклинаний от Веника. Сам Скай большой молодец, как маг ДПСер. Да, в целом, очень активный пик получается у Неби. И, что самое главное, герои супер неприятные для Акса и Чена. То есть, Ченовские суммоны все от Веном из Геля будут замедляться. Акс сам, если нечаянно вдруг попадет под какой-то плагвард, ему Блинкс сразу собьется. Если же он получит Веном из Гель, то он просто будет стоять на месте, он не сможет двигаться. Поэтому, ну, Веном, мне кажется, шел неплохо. Единственное, что, вот опять-таки, это слишком уж огромное количество магического урона и практически полное отсутствие физики. Вот на этом очень сильно ЛЖД могут сыграть. Ну, то есть, я уже не говорю о том, что пайпы будут куплены обязательно. Но, помимо пайпов, еще будут куплены БКБшки. И тогда вот эти три героя, возможно, потеряют свою актуальность. Я просто думаю, что ассилеры в бане. Других героев с хорошей стороны БКБ у нас нет. Но есть, во-первых, антимаг, гипотетически, который может появиться, с магическим резистом большого значения. Либо можно взять оракла, например, на пятую позицию, которая будет оберегать какого-то важного героя. Или даже Хускар взять. Как тебе? Плохо. Идти разваливать. Плохо? Ну, в смысле, оракл Хускар. Нет? Дабл пиком. Пока взяли рубик и на рау. Ваши пайперские-то эти стратеги, которые вы в ProDot'у пытаетесь ввести. Нормально, нормально. Я видел, так эти... Ликвид играют. Во, Ликвид играют. И проигрывают. И неважно. Они играли. Лучшая команда. Видители интернешнл. Все играют как они. Второе место на эпиденты. Тем более. Кстати, за малом не хватило взять третий раз первое место. Да, всего-то надо было LGT переиграть еще в нескольких картах. Ну, слушай. Москва тоже не сразу строилась. За малом. Понял. Понял. Рубик, хорошее решение. Почему? Потому что есть у него третья замечательная способность, которую ты переключаешь. И тут тебе надо или нападать, или защищаться. Против магии защищаться с Рубиком одно удовольствие. Пойдет. Пойдет и воровать самое главное. Едешь толку. И все те способности, которые нам Митяев уже перечислил, они как раз-таки имеют свойство быть сворованными Рубиком и использованы уже против вас. В суде. Тогда нужен еще морф, чтобы воровать два раза. Представляешь, ты нападаешь леникам такой и говоришь, сейчас я их подмажу. Кидаешь гель, и тут у тебя два геля в ответ. Ой, ребята, сорян. Да, вполне возможно. Кстати, аморфинг это может быть не самое плохое решение, конечно. Если вот доживет, то есть переживет, я не знаю, стадию... Тяжело против Sky. Против Sky слишком тяжело. Ну вот эргейм пережить, там где-то до линки добраться до какой-нибудь, и уже попроще будет. Уже он разваливает. Я уж не говорю про то, что он покупает из Эрлбейда и убивает просто каждого. Это так. Но проще взять Пугневича какого-нибудь, или там Ликантропа, и либо выиграть в Вардом, либо навязав быстрый темп. А это тоже правда. О-о-о, что-то не... Паша, поплыли. Поплыли. One way. 20 минут игра. Ну, либо одну, либо в другую сторону, соответственно. Я не буду выиграть, проиграю, да. Это правда. Так, ну давайте контрпуш, андерлорд, да? Сразу. Андерлорд хороший вариант. Опять же, соберет и пайп, соберет тебе грифсы. Акса делаем керри, керри акса быстрым блинком. Есть минус андерлорда, в таком случае есть то, что ты планируешь его убрать, и то, что он плохо змеи ломает. То есть у тебя и будет проблема с тем, что нужно как-то сломать варды веник, варды шадоу-шамана. В таком случае проще кого-то даже пейла взять. Он хотя бы это будет делать быстро. Можно на свой хэкграунд к своим вышкам просто не пускать. Стоит андерлорд. Можно. Но это тяжело, потому что ты выходишь дать фаерсторм, прыгает шадоу-шамана, и от тебя хекс. И вот ты уже получаешь мистик флэер сверху, в общем говоря, давишь. Вот так вот, аналитика. Аналитика. Надо змеи ломать. Ломает, ну, типа количество тычек, то что все варды сейчас сделаны, вот шамана того же, например. Подрезает полу героев, которые делают это эффективно. Потому что раньше ты берешь любого героя с большой тычки, и вот там с удара их ломает. Было хорошо. Теперь плохо. Тебе надо бить быстро. Не нужно бить больно. Фантом-лантер бьет быстро. И больно. И больно бьет тоже. Так. Ну, опять же, не скажу, что у Ньюби как-то теперь стратегия из-за этого поломалась. Нет, все остается абсолютно таким же. Мы просто на определенных левелах собираемся вместе и пушим, 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 пушим. Плэк вардами пушим. Шаманом пушим по кулдауну его вардов, соответственно. Может быть, добрать... Ну, если уж мы прям совсем углубляемся в эту стратегию, добавим еще ту аппугну, и прям совсем запушим. А если по линиям посмотреть, у нас получается, кто Корто? Ну, пока Веник и Скорпион. То есть, Шаман на Скаймаке это табла субпортов, хочешь сказать? Похоже на то. Ну, вряд ли Скайк какой-нибудь дамуфлейнер будет. Но на самом деле, не такая плохая комбинация, если ты бегаешь на штих-левелах. У тебя и змея есть для убийств, у тебя есть возможность в сетку там мистик флэйр залить. Вроде даже рабочая стратегия-то. Слабость определенная есть. Большая слабость тем, что на перетяжках вас может Чен просто наказать. Но попытаться-то стоит. Ну, это я, в целом случае, вон-вей игра. Да, так там. Пиг уже, по-станему, мало что будет зависеть. И перейти в глубокий лейт, им никакая миддус не поможет, которая, кстати, может появиться. Но пока надо миддера выбрать для LGT Gaming. Желательно, конечно, чтобы было побольше урона в Агр Акса, потому что пока туда урона маловато. Фейтболт, разве что там Спиритлендс, Фантом Ландс. Лучше Пугневича я ничего не придумаю. Это очевидно. Так как антиква-па, может быть, Скай сильно мешает, с одной стороны. Но с другой стороны, она тоже ему очень сильно мешает. Любая ошибка от Скаи, это инстасмерть. Папам. Вот так вот. Она и появляется. Но надо придумать ласт-герой, вот который... Вот для Ньюби. Ну, надо хоть какой-то, не знаю, план B. Эд Варлок. Сказал бы я. Не, ну план B нужен, определенно. Просто план B. Ну давайте. Ну и дубидузу, я не знаю. Что у нас? И в сплэш какой-нибудь может. И типа в лейт может. И не сильно стоит, а там от агрокс, потому что я, кажется, Спирит работает, а Акс прыгает и сцедаешь по всем так же. Медуза, Мэй, Сторм, что-нибудь такое. Идеально, Митяй. Все, я ушел. Все, давай. Ты свою работу выполнил, да? Я аркейком. Лучше я уже ничего сегодня не сделаю. Сделайте, пожалуйста, клип. Митяя, скиньте ссылочку, чтобы прям, если что, хейтерам в лицо кидать эту ссылочку на идеальную аналитику пиков. Да, Митяй? Все правильно. Все четко, все было предсказано. Я уже ушел с вами. Отлично. Мне больше не нужно. Сильно свою работу выполнил. Теперь моя работа, да? Ну давайте посмотрим, что в итоге произойдет с этим драфтом. Ньюби все-таки оставили себе план отхода, да? Но если что-то пойдет не так с их one-way пушем, то можно будет понадеяться на Медузу. Опять-таки это все очень, конечно, условно. Почему? Потому что против Медузы идут и Лансер, и Клопа, и Акс. Они все будут очень хороши. Но, тем не менее, у Ньюби остается возможность подраться где-то в более поздней стадии игры. А это хорошо. Это значит, что катка будет не 20 минут. Может быть, больше. Надеюсь, что больше. Но это мы узнаем чуть-чуть попозже. Я все-таки боюсь, что Чен сейчас сделает грязь, потому что против Чена все-таки нет героев, которые хорошо бы себя показывали в рамках старта игры. Он сейчас выйдет и гонганет одну линию, вторую, третью. У тебя будет сверхзабущенный Акс, что отправляется в легкую линию фармить. У тебя будет неплохо себя чувствующая Клопа, потому что для нее будет поддержка в виде Чена и Рубика. И, ну, ПЛ, он и в Африке ПЛ ему... Его игра в другом строится. И поэтому две с половиной выигранных линии стабильно будут у LGD. Исходя из этого, я бы сказал, что Медуза плохо будет появляться с Аккушем и всем прочим. Ну, вот агрессивная дабла или трипла от команды LGD Gaming, это всегда, конечно, интересно, как они справятся, потому что там будет веник, веник от UU9. Ну, после той игры на Faceless Void, я так понимаю, кроме веника ему больше ничего не будут давать. Напоминает ситуацию с ОГЭ. С Нотейлом, да? С Нотейлом, да. Пар раз на ТБ закинул и получай Виномантера просто по каждой игры. Но тут вот на Faceless Void не получилось, и Капитан решил, что теперь на Виномантере пора отыграть. Ну что ж, надо так надо. Муги будет отыгрывать на кейре веники. Фейт ему поможет на суппорте. Ну и где-то там будет к ним еще прибегать Шаман от Фейта, да, получается? Шаман от Фейта еще кто-то должен быть. Где еще суппорт? А, так это все-таки кака на Скаймаге, вот оно что. Они сделали с Инкинга оффлейнером. Интересно, я нюби. И они свапаются линиями. Да, они, кажется, получили информацию о том, где будет находиться триплом противника. Секунду. Кака умрет, а потом уже... Хотя, может, не умрет. Или загорит. Тычка пройдет, да, тычка прошла. 14 хп. 5 хп. 5 тычка. Но ФА батя. Он таких не прощает. Надо мазать, а у него нет чем мазать, есть стинг. Не-е-е... Смех. Это плохое начало. Когда ты вынужден вот так вот свапаться, чтобы хоть что-то у тебя получилось. И из плюсов, то что они сделали свап ножками и могут сделать репорт, если Пейл будет делать репорт. Но пока что выглядит так, будто бы они пришли на линию, где их тоже убивает. Что-то шаман. Фейт тоже погибет, да, второй фраг? Вот и он, да. Ну, снизу хотя бы должна быть какая-то компенсация у Ньюби, то есть загнобить эйма. А вот они пытаются его сейчас отправить далеко подушку. У него очень много хаппоригена, он взял себе танка побольше, купил себе стики. А, вот его с ТП, что ли, смотри, кажется. Оп. Да, неплохо. И вернется через ТП. Ну, если он будет ТП в ТОП, опять же, то в таком случае Веник делает ТП в бо, так как бы все, кайфует. Да, видишь, у них ТОП сейчас Веник должен, когда его увидят, тут же стягивается. Попытается Лифай напасть, или кинесс у него есть, вот он Фейт. Нет, не стали пытаться убивать. Он был Спирит Ланс с другой стороны, ну, у Акса кулдаун пока на его Маталхангере. Да, и снова свап. Веник уже в боте, сейчас Скорпион уже будет делать ТП в ТОП, чтобы дальше напрягать ПЛа, ну, и вот так они будут бегать друг за другом. Но, опять же, выигрыша вот в этом всем оказался Веник, потому что он ножками первый раз прошелся. Ну, не знаю, насчет выигрыша, конечно, потому что что-то здесь совсем все плохо, пока у нее Биакс идет вперед, никого не боится, агрит, пока без крутилки, конечно, но с руки пробивать все равно сильно, Баталханги работает, как Амала, здоровье остается, но окажется выживать. Тролль сейчас может попробовать добить. Нет, не справляется. Ну, КК нужно отступать. Есть у нее одно танго, его снова подожгли. Как же не хватает Чалесу третьего уровня, вот прямо сейчас, чтобы иметь Хеликс? Ну, знай, где находится КК, но идти туда, прям через Виномастер не хочется, там Виномасгель, там Пойзон Стинг, очень опасно. Ну, Чалеса продохил. Как тебе идея, вот сегодня уже такое было, взять Баталхангеров 2? И душить? Ну, то есть, допустим, веник кидать, там еще может быть не самая хорошая идея, а вот что-то шаманы или в скай, это, конечно, не могут тебе ничего сделать, имеется в виду, негде крипа убить. Смотри, что они пытаются издалека вот так вот просто. И стопэшли, стопэшли Чалеса, и снова красавчик. И еще Фейта можно забрать, Фейт! Фейта. Тролль погибает. Тролль погиб, Фейт не умер, Акса в итоге стопэшли. Рубик перехватывает Курьера. Внимание. Опа! Не перехватывает, но он спустился, с лестниги спалился его, эта мышка должна была видеть. Все хорошо. Хотя нет, может и не должна была. А Нейдралов погибает. В итоге Скай, ну, посчитал, что идти на базу Дову. Хотя не знаю. Это тот герой, который очень быстро бегает, и он мог бы себе позволить скататься, не погибая. За вот это время, пока он лезет, он, возможно, бы успел. Вспоминается мне время, когда просто по кулдану от Нейдралов умирали и возвращали сразу. Мы помним, что тогда вышло обновление, при котором теперь ты в таверне сидишь очень долго. И вот сейчас Скай из этого страдает. И страдают, самое главное, Муги, потому что спасти его некому. Тут Скай Мак должен был быть рядом, чтобы спасать. А вот кто приехал. Дальше не парится. 3-0. ЛГД Гейминг. Вот так вот стартуют они эту катку. Причем у Фантом Мансера, друзья, все замечательно. Им 16 на 15. На секундочку, он убивает столько же своих крипов, сколько и чужих. Молодец. Им вообще потеет как может. Вот еще и атакует сейчас Скай Мак. Ну, знаю ему помощь, конечно. Лансер одного статать нежелательно. Плюс один любой. И они эту линию развалят тоже. В центр пока перетяжка пошла, так снова. Попытка атаковать Си. Си тоже нужно, конечно, обращается внимание. Пытаться убивать. Заметили, стан Кентавра. Второй даггер. Мана уже нет. Рубик сези. Ну и Рубик. Рубик тут как тут. И на топе еще помочь ПЛ. Вот так вот Чен сразу сделал ТП. Он понимал, что Медузу все равно убьют. Правда, самого Чена сейчас набрасываются. Я думаю, что ему норм. Даже если его убьют. Что ресурсов было потрачено довольно много. Было потрачено замедление. Два аркана болта. Подкоп. А Манну-то взять неоткуда. Если она сейчас есть. И ты ее подаришь. Она у тебя не возьмется из ниоткуда. И бои получают время подфармить. Ну, есть, конечно, здесь и Чантед Манга. Есть Манга также у Сан Кинга. Но, не знаю. Попробуют использовать, наверное, все это дело. И именно разворотиватель. Кинес Фэйбол как больно. Как А, Фантом Раш получает. Бьют его иллюзии. Бьют сам ПЛ. Тычка последняя от Рубик. Это минус Скай Маг. Ну и КП. Да, и Чантед Манга прячет песочек. И Хилинг Салвом себя замазывает. Все равно, конечно, плохо. 5-1. А, Лжди, хорошо, стартую. Сейчас я вижу, что с динайой у тебя Хаустик не прокает. Пользовая Амия просто в динайть всех. Не получить урон. И все, ГГУ-ка. Скорпион может дальше сидеть. Ничего не делать. А когда Цитру принесут? Или досты? Лучше досты. Ну и пятая минута. Забираются руны. Это тоже нужно контролировать. И Файта понимает, как никто другой. Раз, два. Отлично. Все, заберем. Третья баунти руна. Так, надо забрать. А что ты оставил? А для кого он оставил баунтос? А, для Клопы. Ты посмотри, с ботлом. Ой, как грамотно. Как грамотно. На Мэйби работают. Мэйби, да, говорил, что у него очень мало маны. Говорит, оставьте мне баунти. И оставляю баунти. Отлично. Понятно, что деньги заработают абсолютно все. Неважно, кто будет это баунти в итоге использовать. Но сам факт того, что ты ботл заряжаешь. А в последнем обновлении теперь зарядов на ботле становится 3 от баунти, а не 2. Это очень даже... И они стали регент еще больше, там, подняли все это дело тоже. Да, это абсолютно грамотно. 100 хп, 50 маны. Так что пойдет. В топе полунападение, опять же, есть кентавр, есть тролль. Но в три героя не хочется вербаться, опять же, Рубик. Не настолько пока хороший, серьезно, чтобы помочь против имперскорпиона. Но я думаю, их устраивает то, что все замечательно у акций, все замечательно у копы. Давайте по энторсу посмотрим. 4 топовых надворца принадлежат ЛГД. Атака пошла все время на фантом лансер, доплгангер. Может быть на развороте кого-то пытаться убить? Нет, не стали. Хотя, вы знаете, по теке... Сейчас, 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 член подходит. С двумя симонами. Получает замедление. Эйм. Ну, подкопали его. Продолжение не будет, там фейфа, потому что в ответ в спину уже заходит, убивает их снова. Места файм. Развалили фейта. И все. На этом атака команда Ньюбис закончилась. Напали, потеряли одного персонажа. И в разные стороны. С ТПшки делать. Да, и стоит ПЛ. Опять же, купил себе. Слуилин купил Манго. Сколько-то реген у него есть. 6.9 ему вроде как хватает для счастья. Если когда все вернутся сюда с ними воевать, он уже будет, например, на фулл ХП. Снова, опять же. Если на него будет идти нападение, он еще стейки зарядит. Там Вене, кстати, потратил ультимейт на Акса в боте. Но это так не работает. Это так не работает, это слово совсем. Ну, и хуже старта в истории доты, мне кажется, я уже много лет не видел. В истории доты, наверное, все-таки видел. Даже участвовал. Недавно Майнер комментировал, по-моему, один из последних матчей. Четыре топовых надвора с одной команды, но другое было дело. Я тоже думал, что хуже старта уже не придумать. Оказывается, бывает и вот такое. Просто как-то один раз сыграли против китайцев. Так. И за 8 или за 7 проиграли, в общем говоря. С 30 пингом было не очень комфортно. Но судя не в этом, а в том, что мы тогда проиграли все 5 линий. 2 леса и 3 лайна. Так, курьер переходите к Снова. А он в смоке, он не палится. Не палится. На курьера кликнул, говорит. Он мог попробовать. Не знаю. Просто если бы он знал, что не это щита, я думаю, бы кинулся. Я так и убил бы. Ну, задача, конечно, убить Медузу в первую очередь. Именно эту задачу преследует сейчас и снова. С ней могут быть небольшие проблемы. Хотя есть 6 левел и SonicWave копы. Да, можно попробовать. Можно пробовать. Правда, под вышку кто-то может сделать ТП. Вот этого тоже нужно опасаться. Хотя я на мансе рассмотрю ТП КД. У Раста нет. У SkyMaker есть. Мы-то можем посмотреть, а игроки-то не могут. Не могут. Если они виделись, они знали, если они точно были бы уверены, что телепортов не будет, их нет. Я думаю, и курьера бы убили, и Медуза бы убили. То есть все, что угодно бы сделали. Сорян. Конкассив. Залетел в FY. Вином из гель неплохой. Поджог чалец. Сейчас будет танковать, чтобы спасти FY. Еще и агрид двоих FY. Виняшка старает ей стики. Стики будет использовать. Нужно донать, наверное, по-старатски. Добрый забор, Бига. Да, тысячечку, да. Не стали давать. Он убил и умер сам. Но неплохо. Потягивается Рейнг Винов Пейн. Два минуса сделали. И Моги вынуждены идти до уходить. На мансер спасся Бекстом. Тем не менее, это размен не в пользу команды Небе. Как бы там ни было. Ну и вот он чалец, да. Вот тот самый билд, о котором мы говорили еще на стадии драфта. Что нужен будет персонаж, который купит себе быстрый хут. А впоследствии и пайп на команду. И этот пайп очень круто будет смотреться для Эмджити. Поэтому в хут и выходит сразу Акс. Никаких быстрых блинкдаггеров в этом пока особого смысла нет. Покупаешь хут. Да они так лидируют. У них такие противники, что они должны заходить в вас. То есть есть медуза, которая, да, следит издалека. Но в целом Вене хочет толпу за эти, Скорпион хочет толпу за эти и возможности дать контр-выпы, а таксово. Иди и делай. То есть ему ничто не мешает. И блинк для этого не обязательно им нужен. Ну не обязательно именно сейчас. То есть по игре, конечно, все равно. Вот бывает игр, где даже по игре он тебе не нужен. Есть? В таком моменте нет. То есть здесь ты хочешь его купить. Но вот очевидно, что пайп даст тебе больше. Так, нужно ТП делать срочно на помощь фантом-мастера. Потому что как-то окружает Небе. И Моги заходит слишком далеко. У него есть и Венеман с Гелли, есть Пойзенова. Венеман с Гелли, он цепляет Эйма. Пойзеновый тоже цепляет Эйма. У Эйма, кстати говоря, нет доплгангера. Он получает подкоп. И кажется, Пэлл здесь в этот раз убьют. И слишком поздно приходится, да, ребят. И первый хороший выход. Вопрос теперь в количестве погибших людей за это. Раз ТП, и снова, и снова станки. Ап. Отлично, поднимай. Но даже Фай на самом деле успевает. Ну и Фай, батя. Это мы уже знаем. Этот парень не промах. Тем не менее, для Ньюби это все получилось здорово. Потому что они убили Керри, потеряли Санкинга. Не страшно абсолютно. Пэлла немножко останавливать ее скорости фарма нужно. Окей, выпад нужно делать почаще. Но в целом картина это, конечно, не меняет. 4000 преимущества за команду LGD. По прошествии этих 10 минут игры, как понимаем, это довольно много. И снова баунти контролить. Что у Медузы? Ну, в общем-то, пока, конечно, надеяться, что у Медузы будет много слотов, не приходится. Но начально... Я подумал, что ты можешь примерно раз в 2-3 минуты спрашивать этот вопрос. И, скорее всего, ответ не будет меняться. У нее все еще ничего не будет. Еще еще долгое время. Ну, подожди, вот уже есть оттатки на какой-то МОМ. Предпосылки того, что МОМ будет собран. А если МОМ, значит скорость фарма увеличится. Какао убивает. Не пожалелся. Ланиквейв здесь мэйби. Правильно сделал. Аккуратно забрали. И сразу вырывается на первую строчку по NetForce. Однобокие две карты получаются от LGD Gaming. Ньюби, пожалуйста, проснитесь. Мы хотим от вас топовой китайской Dota увидеть. Ты еще следующую не видел серию. Ух, там будет. Что там будет? IG, IG Vitality? Если что, в этом противостоянии, в последний раз, когда они встречались, IG Vitality поломали IG. Вот так вот. Да. Ничего еще не значит, что будет сегодня так же. Ну посмотрим, мы посмотрим. Я за Виталика в детстве. Говорится, я безумно рад за тебя. Так, ну на топе вышку сломать LGD не смогли. Вряд ли смогут сейчас. Опять же, я уверен на 200%, что их полностью устраивает то, что их не пушат. То есть, в первую очередь, неважно, насколько хорошо ты ломаешь противника, потому что, бывает, вы как бы уходите, и вы посильнее в нем. Не стесняется. Компания в наглу вперед. А то, что никто не фидит, и все аккуратно фармят, и по деньгам преимущество только растет, вот это LGD устраивает на 200%. Ну, Медуза, но все же есть Медуза. Ну, как ни крути, но SC фармит, там, он фейз аквила, там, момчик где-то подъедет. Он же страшный герой. Очень страшный персонаж в плейте. Не знаю, Акс, Блэдмейл, прыгнул, убил. Подсейва никакого нет, вот еще вторая проблема. То есть, у противников есть Чен, у противников есть подхилы, у них будет какой-то пайп, мека. А у Ньюбе, опять же, нет героя, который все это бы собирал. То есть, у них даже не будет ни одного сейфа-тема. Не будет ни одного бафа-тема, у них ничего не будет для этой Медузы. То есть, если СС, то он здесь в One Man Army, без поддержки. Он как три спартанца, только один спартанец. Я вижу, скоро появится Вейл у Вина Мальсера, это такой баф под Мистик Снэйк оси. Как тебе такое? Я вот сейчас видел Мистик Снэйк, Вейл от Рубика, и Медузу просто стерло. Вот она была, и вот... И вот ее не стало. Вот ее не стало. Ну, Рубик, между прочим, там нормально даммэджи внес, где посмотреть тут плюс. Оп. Да, вон, 200 урона Мистик Снэйк. Она сейчас еще и в Муги Мистик Снэйк прописала, Муги раскистовался, поезду нову дал и погиб. Все. Клапо прыгает дальше, она в этой фейте, но он уже умер. Как там Омаева. Надо в таких случаях говорить, когда у тебя 20 кп, но в тебя кортик взлетает. Да, ладно. Ой, 7000 преимущества уже от команды Л3-3. Смотри на акса. Смотри на акса у него докапает сейчас даггер. А, он же таки даггер ушел, да? Не ход. Агрессор. Ну, посчитал. Я в этом месте покупал и пайп. Может быть была какая-то колотка манда, что типа у нас все настолько хорошо, что мы можем давить и тогда бери. Типа потому что, например, много у Чена. Например, потому что есть уже там много у Рубика. Смотри, там опять врывается в центр. Ба-бах! Пол Медузы просто нет. Какая сразу ТП? Говорит, ничего не знаю, я хожу. Она не на топе, пытается Чалес собрать. Чалес агрит, ТП-шку использует. Чалес! Все-таки смогли его поломать. Значит, не зря перетягивался на кипи. И Скаймак тоже. Четвертый фраг все-таки сделали Ниби. Рубик покупает себе Бринг на 14-й минуте, будучи саппортом. 14-й. Ну, это флай. У Нинутворс почти такой же, как у Медузы. Ну, он сейчас может попробовать убить половину Веника. Бабах! 600 урона! Алло! Пощады. Сейчас сорвал от этих змей. Будет сейчас соло-вышку дефать, его не обойти. Все, спалил. Спалил только что Скайм. У Скайм не от 6-го уровня, он не может нормально раскастоваться. Снизу, так понимаю, давление продолжает. Спалил Скорпиона. На самом деле он их видел, типа, вардами, которые простые, не Вениковские. Но зачем палить, что у него здесь варды? Если ты можешь поставить такие варды, типа, ну, противник будет, думаю, что их видно из-за этого. Мейм-геймс. Тауэр в боте. Ну, то есть он все правильно делает. Грамотный мув. Прилетел под Вижен Скорпион. Тут же сет, тут же дасты. Ну, не знаю, парочку ТП-шек сейчас пойдет, тут не любит. Конечно, Кипи отдаст. Ну, они скорее по одному будут лететь, где-то плохо кончится. Поставили варда, Шаман, еще от него убили, конечно, Чен. Еще Медуза подошла. Но это 1-2, и башка, скорее всего, просто будет поломана. Да, забирай Тауэр, мейби. И так не работает. О, они еще и стаки нашли, смотри, че же Медузовские. Какой провал. Будут ли фармить? Будут. И тут мы понимаем, насколько все нехорошо. Переворовал Змей, теперь 4-й левел. Уворачивается, кстати, еще и вот. Геллен. Эфай, давай, я тебя отоплю. Обгони Медузу по фарм. Он очень близок, он пострадал, прям в ноздрю дышит. Так, и до этого разница в 7 из голды была. Сейчас немножко Медузу нафармил, там нейтрально вышло вперед. Медузу Стонгейс потратил. Ну, уже столько всего бояться Ньюби, что прям... Как только видишь противника, сразу паника, сразу нажимать все возможные кнопки. Чтобы ты хоть как-то спасло и помогло. У нас, соответственно, уже делают все, что хотят. По всем трем линиям рассредоточились. Фармит ПЛ уже в районе чужого тир-2, тир-3. Ну, на топе там фармит спокойно Рубик. Ну, кстати, уже неспокойно. Наконец-то его смогли поймать. И Рубик уничтожим. Ну, кстати, за него заплатили. Сейчас, правда, ответ переходит ПЛ. У него уже есть диффуза. Стирает просто Sky, Квапа. Еще минус 2. Ну и все, Скорпион, пора бежать. Маны нет. Куда у меня на все. Наверное. Ну, знаешь, такая смерть Рубика, я думаю... Наверное, нормальная команда я восприняла. Потому что он нафитил. Да, но он забатил качественно, конечно. Мэйби пришел, как-то... Ну, с четыре. Как бы игра на этом не закончилась прямо сразу. 13 тысяч перевеса на 16 тысяч на 17 тысяч. Ну, я, конечно, ожидал, что LGD посильнее. Ньюби, я это говорил до старта этого матча. Перед первой карткой, когда мы обсуждали с МТИМ. Но не настолько же. Ну, это не должна быть, как игра, не знаю, каких-нибудь LGD против Team Max Y. Вот. Не так это должно быть. Это должно быть что-то вот LGD и Ньюби. Нормальное противостояние двух сильных команд Китая. А выглядит все это очень однобоко, однокалиточно. Ньюби совсем в упадке, конечно. И, видимо, вот эта помощь анонсированного Саншенга им очень пригодится к предстоящим турнирам. Потому что так, действительно, вот таким темпом можно и из топ-8 вылететь без секунда. И не поехать ни на никакой интернешнл. И будет больше времени, потому что у них будет возможность на квалах поиграть. Показать себя, потренироваться там. Еще раз F5 фидит. Ну как, не то, что фидит. Не по силам нападает. Это фидит называется. Не по силам нападает. Ты завуалировал. Надо запомнить, кстати, вот если так пойдешь, там, не знаю, каким-нибудь Рикимару на троих поддаст. Тебе будут говорить, что ты видишь, а ты говоришь, я не по силам напал просто, да. Как создал тогда? Все, понятно. Не по силам напал Рубик и погиб. Так, у нас тем временем смог от Ньюби. И ответный смог от команды LGD в то время. LGD. Муки, вот он здесь. И, конечно же, видно. Его видно прекрасно. Он делает ТП. И... Чалес, ты... Не успевает, но он все равно умирает. Он все равно погиб. Да ладно. Как это работает? Он на фонтане прямо умер. Ну, типа, дайгер дотикал. Кортик. Да, уж даже так. Вроде бы немножко зафейлили LGD гейминг. Не сбивали ТП очень долго. Акс не прыгал. Ну, может быть, ему что-то сбивало там ТП. Не важно. Все равно фраг сделали. Это минус Виномансер. Можно зайти на Рошона. А можно вообще сделать ТП на топ и помочь Фае. И Фае тут работает один. Ну, на этот раз по силам нападает, интересно, или нет? Чалес бегает. Вообще никого не пускает. Ставится в Варды. Фае уходит через Блинк. Ну, а тут просто Акс наказывает противника. Вместе, конечно же, спин-офф Пейн. Еще один Аггар. Минус 3 уже сделали. Это будет минус 4. Трипл килл by maybe. Ну, и Варды зафармить, конечно, тоже. 23-7. 16 тысяч преимущество на 19-й минуте. Я не сказал, что это те ребята, которые там второе место Инта и все прочее. Победителя 4-го Инта. Да-да. Это реально они. Вот что победители 4-го Инта я не скажу, состав был другой. А вот то, что они топ-2 Инта прошлого, это правда. Это эти ребята. Зато наглядно показывает, насколько Дота хороша, как и играбриаций. Потому что ты изменил какую-то одну вещь, и все. У тебя совершенно другие люди находятся, совершенно другие абузы, играют, показывают и вот делают. Мне кажется, что она пишет, как я вот где-то совсем скоро. Ну, прям совсем, конечно, отчаяние. Я сейчас посмотрю, сегодня есть ли какие-то матчи у Ниби еще. Нет, у Ниби больше матчей не будет, они до завтра будут отдыхать. Как, в общем-то, у LGD Gaming. Ну, да, наверное, вот после таких матчей продолжать не хочется. Против других команд играть, потому что... Ну, как-то мораль-то особо не прибавится после таких каток. А-то завтра успеют отдохнуть, там, не знаю, пропустить сквозь себя эту катку, этот матч в целом, эту серию. И уже нормально выступать. Но я очень надеюсь, что Ниби все-таки не будут там бороться за жизнь в этой группе, а все-таки, там, совладают и выйдут в плей-офф. Ниби в плей-оффе всегда хорошо. Ну, более-менее играют, опять же. Не в последнее время, а в целом. Пусть-руф, в последнее время я бы не назвал это игрой. Ну, правда. В последнее время, они бы совсем плохие. Непонятно почему, кстати, да? То есть, ты вот смотришь, команда, которая... Батч-тип меняется, они не хотят адаптироваться. То есть, надо посидеть, надо подумать, надо поиграть. А вот у них есть, как у ВП, типа, там, Вера в какого-то герой типа Д. Ну, знаешь, как вот верит в ВП, ДК. И продолжает его брать. Если вроде героя поменяли, изменили, вот это, вот это, вот это, вот это. И он не настолько хороший, вот по этой ситуации есть герой же получше, но они, типа, уверены в нем, играют дальше с ним. Так и здесь. То есть, вот, например, Медуза. Но ты видишь, что вот она есть, и сейчас ее не станет. Да? Я бы не назвал Медузу с сигнаторным героем, не беда, то есть, ну... Ну, было время. Ну, брали. У них очень хорошо получалось в этом сезоне выступать, когда был патч, в котором еще не пофиксили нагу. Когда они брали нагу с Миттерхаммером, с Дезраптором. И просто игру за игрой тащили, выигрывали все, что угодно. И вот к чему это в итоге привело. Медуза не работает, и найти новую такую открывашку для вражеских пиков у них не получается. Их передравщивают, их переигрывают. Ну, собственно, как говорится, мы это все еще на стадии пика обсуждали, но в этой игре хотя бы что-то Моги сделал. За прошлое отыгрался топ-дэмэдж своего коллектива. Но опять же, его просто оставили. Его просто оставили против Акса, и там... Ну, ему нужно больше времени. То есть, это вот герой. Вот, мне кажется, время веника четвертой какой-то позиции. Вот в таком случае он неплохо себя выставляет. Потому что то, что мы видели сейчас, от корр веника недостаточно хорошо. Нужна определенная игра от коллектива. Это опять же... Если ты не можешь такую игру показать, зачем ты этого героя берешь. Потому что есть коллектив, он там, те же на перликвиде. Но они понимают, что делать с веником, как его брать, куда его ставить, как его использовать. И он не появляется бездумно, когда тебе нужно какую-то дыру закрыть. Здесь он появился именно так. Да, мало что можно добавить. Но вообще, конечно, вот говорить о героях Ньюби сейчас по этой карте, наверное, не стоит. Потому что это абсолютно непоказательная игра. Ну, то есть, даже не так относительно героев этого патча. То есть, вот назвать Веномантер плохим героем просто потому, что Ньюби проиграли. Я бы, наверное, сказал, что это Ньюби просто очень плохо пока играют. А с Веномантером есть команда, которая исполняет хорошо. То же самое и к Медузе относится, и ко всем остальным. Просто что-то у Ньюби идет не так, и им это что-то нужно срочно менять. И как можно скорее, потому что в очень-очень плохой форме пока находится эта команда. Жаль, очень жаль, друзья. Но Ньюби мы увидим завтра. Ньюби пока отправляются отдыхать вместе с командой LGD. Но LGD отправляется отдыхать, будучи настоящим полноценным фаворитом этой группы. Потому что у них две игры сыграны, две серии, две победы. Четыре очка из возможных четырех, соответственно. Так что они большие молодцы. У Ньюби же там где-то борьба пока за жизнь с Vega Squadron. Вот, друзья, эти команды мы пока оставляем в покое. Но мы будем терроризировать другие команды. У нас на сцену сейчас будут выходить IJ, IJ Vitality. Нашу импровизированную сцену в виде нашего трансляции. И посмотрим, как две команды от одной организации...